Снизить стоимость авиабилетов для лиц с особыми потребностями, предложил мажлесман Ерлан Абдиев. Он считает, что льготы, а возможно и социальный тариф, необходимо закрепить за теми, у кого первая и вторая группы инвалидности. Плюс в соцпакет должен войти бесплатный перелет туда-обратно раз в год в любом направлении внутри страны. Депутатский запрос адресовали первому заместителю премьера-министра Роману Скляру. По данным Абдиева, сегодня в стране около 400 тысяч человек, которые имеют инвалидность первой и второй групп. Предусмотреть бесплатные рейсы для детей с инвалидностью. При необходимости сопровождения в полете должен быть льготный тариф для сопровождающих. Неужели наши авиакомпании, субсидируемые государством, не имеют возможности внести свой вклад в создание инклюзивного общества? Вопросы взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном по гражданским и уголовным делам рассмотрели сегодня депутаты на пленарном заседании Мажелиса. Парламентарии единогласно приняли законопроект о ратификации протокола с поправками в договор между странами. Обсудили они и создание общественного совета при парламенте. Считаем необходимым срочно внести следующие изменения в правила фонда благосостояния Самру Казна. Первое – ограничить демпинг цен, например, не снижать цену тендера более чем на 10%. Второе – необходимо заключать долгосрочные контракты с сервисными компаниями, то есть обеспечивать стабильность работы компаний. Третье – финансовом объеме работы и услуг, выставляемых на конкурс фонда оплаты труда и социальный пакет, должны быть указаны отдельно, не включать цену тендера. Вопросы приграничного сотрудничества, трансграничных рек и противодействия обороту наркотиков обсудили сенаторы Казахстана и России. Спикер палаты Мавлина Шамбаев с группой депутатов с официальным визитом прибыл в Москву, где встретился со своим российским коллегой Валентиной Матвиенко. Парламентарии открыли заседание комиссии по сотрудничеству и подписали дорожную карту на ближайшие три года. Последующее заседание комиссии пройдет осенью в одной из областей Казахстана, через которую протекают трансграничные реки. Сенаторы намерены ознакомиться с ситуацией и выработать совместные предложения. Отношения между Казахстаном и Россией демонстрируют пример успешного и эффективного двустороннего взаимодействия. Сотрудничество между Казахстаном и Россией основывается на прочных узах дружбы, добрососедства, многовековых исторических связях, уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей государства. Внимательно следили за развитием ситуации в Казахстане и, конечно, вызывают огромное уважение те реформы, которые провел господин Такаев, президент Казахстана, политические и экономические реформы. Как это было проведено профессионально, демократично, спокойно, в диалоге с населением. В Великобритании количество закрытых пабов с начала года достигло 150. Заведения не выдерживают повышения цены электроэнергии и продукты и вынуждены съезжать под давлением арендодателей. Потребительский спрос также слабеет. Британцы теперь реже посещают пабы, так как многие стали экономить. Для сравнения, в прошлом году в стране закрылось около 400 таких мест. При этом инфляция там продолжает расти. Эксперты считают, что в ближайшее время ситуация может только ухудшиться, а различные заведения будут и дальше закрываться, так как их владельцы не могут поддерживать бизнес на плаву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова